Я не ожидал, что хата Атамана поможет мне исполнить свою давнюю мечту полетать над родной станицей и горами на легкомоторном самолете Когда в нашем музее были туристы из Краснодара, я познакомился с Иветтой Она рассказала своему другу Эдуарду о хате Атамана А он оказался пилотом частного самолета И предложил мне и моему другу Андрею воздушную экскурсию Мы были в восторге Ну что, Андрей, куда летим с тобой? Давай на Собер На Собера? Давай Рукозовской Но пока мы еще не в небе, Эдуард рассказывает нам о необычности своего самолета И видно, что он гордится им Один круг большой стрелки – это километр Ну, естественно, маленькая, покажут на единичку Этот самолет создан на базе Як-18 На котором впервые поднялся в небо Юрий Гагарин Як-18 не только обучал пилотов и космонавтов, но и был киноактером Исполнял роль советских и вражеских истребителей в известных кинолентах В бой идут одни старики Хроника пикирующего бомбардировщика Позже появилась новая версия самолета Як-18Т В 90-х годах 7 таких самолетов слетали в Австралию Путь туда и обратно составил почти 50 тысяч километров 250 часов в воздухе 107 посадок для дозаправки И вот мы в самолете, который был в той группе И летал в Австралию От винта Мы подъезжаем к старту Не скрою У меня от волнения забилось сердце Вот это мощь Да он с цепи сорвался Наконец мы летим Необычно видеть родные места с высоты Поля, перелески И бескрайний горизонт Сейчас мы летим в окрестности горы Собербаш Она возвышается в северском районе В предгорьях главного Кавказского хребта По преданиям черкесов На этой горе собирались колдуны и ведьмы Ее вершина будто срезана огромным ножом И похожа на великана без головы Во время Второй мировой войны На Кавказе шли ожесточенные бои Мы летим над местами, где были брендажи, окопы, пулеметные доты Здесь гибли люди Чтобы освободить от врага эту землю Эти горы, лес, станицы и города Сейчас по нашему самолету никто не стреляет И мы спокойно подлетаем к Соберу Но в 1942 году каждый полет в этих местах Мог стать последним Во время Второй мировой войны Соединенные Штаты Америки и Великобритания Прислали в помощь Советскому Союзу Около 20 тысяч самолетов Среди них бомбардировщики Бостон Самолет был не хуже немецкой техники И нравился нашим летчикам 9 ноября 1942 года Три бомбардировщика А-20 Бостон Взлетели с аэродрома Адлер И отправились на свое боевое задание Они бомбили скопление противника Станицы Азовской Летчики несколько раз заходили на цель И успели сбросить почти полторы тонны Авиационных бомб Две зенитные батареи отвечали шквальным огнем Один Бостон был подбит И попытался уйти на свой аэродром Станица Азовская Расположена в 10 километрах от горы Сувербаш Бостон коснулся земли в верхней части южного склона И разрушаясь двигался вниз В самолете остался неиспользованный боезапас Бомбы взорвались Обломки самолета и останки летчиков Остались навсегда на склоне горы Погиб весь экипаж Командир Лопатьев Василий Михайлович Штурман Бахонов Николай Герасимович Стрелок-радист Носов Яков Яковлевич И стрелок Данин Николай Александрович Мне удалось отыскать только фотографию Носова Якова Яковлевича И вот мы летим над мирными предгорьями А во мне мысли и чувства о погибших летчиках И их самолете 77 лет назад Они летели над этими же местами На подбитом самолете И конечно еще надеялись Вернуться на родной аэродром А их уже через несколько минут Поджидала гибель А сейчас под крылом самолета Наша Азовская Где-то здесь стояли вражеские зенитные батареи А основные силы врага Располагались в центре станицы А вот и наш музей Хата Атамана Я точно знаю, что в то время Не было дома культуры Двухэтажных магазинов На месте прежних строений Стоят новые дома Хата Атамана в те годы была просторнее многих других И стояла на возвышенности Возможно, поэтому во время оккупации В ней была немецкая комендатура И скорее всего Наш музей остался единственным свидетелем Тех трагических событий жизни станицы Я попросил Эдуарда пролететь Еще один круг над музеем Мне захотелось это сделать В памяти о хозяине хаты Погибшем во время гражданской войны Сейчас мы над хребтом На его склонах Еще 30 лет назад Были ухоженные виноградники И фруктовые сады Самолет начал снижаться над станицей Появилась вибрация И я с содроганием подумал Что нам придется сбрасывать бомбы На жилые дома и людей Но это тревожное чувство Быстро прошло Все, что я рассказал Вы не смогли бы узнать и увидеть Без поступка летчика Эдуарда Щербака Огромное спасибо, Эдуард Ваша доброта и отзывчивость Даст возможность многим людям Узнать о нашей небольшой Кубанской станице И горе Собер Которая хранит многие истории Прошедших времен Вот и родной аэродром И посадочная полоса Наш полет закончен А вот нашему самолету Предстоит еще один раз Подняться в небо Эдуард обещал и Ветти И ее подругам полетать Самолет напомнил Что для этого нужно подзаправиться Здесь вообще Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Наступил вечер И мы закатили наш самолет в ангар На его постоянное место Пусть хорошенько отдохнет А сами сели к столу И нам было о чем поговорить И что вспомнить Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok